Увидеть спектакль «Серебряная копытца» в числе самых первых зрителей пожелали те, кто новогоднего чуда ждет уже сейчас. Артистам важны отзывы, чтобы в праздник сыграть филигранно. И вот первый из них от семилетней Леры. Она уже посмотрела постановку вместе с сестрой и мамой и пообещала прийти еще раз. Кто там самый смешной был? Кошка. Кошка веселая была. Расскажи, о чем она тебе понравилась? Там она всегда говорила, правильно говоришь, правильно говоришь. История о середке Даренке с кошкой Муренкой и деда Каковани покоряет и маленьких, и больших. Сюжет знакомый по книге уральского писателя и по советскому мультфильму. Наслушавшись про «Серебряная копытца», девочка отправилась на поиски чуда в метель одна и чуть не заблудилась. За храбрость и доброе сердце ей одной оно и явилось. Эх, всю жизнь бы одному куковать, горевать, печалиться. А тут вдруг и девчоночка появилась. Вот такая жизнь. Бегал там за текстом, видите, ты чем занимаешься? Да я охотник, охотник. Летом пески промываю, а зимой, послушайте только, чем этот тунеяне занимает. А зимой по лесу за козленочком бегаю, все увидим, хочу, где он правый нос как-то топтет. Представляете, всю жизнь. «Серебряная копытца» – единственный персонаж, который никто из актеров на сцене не сыграл. Его озвучил голос, на сцене лишь каркасная фигура. Почему? Загадка. Все хотят какой-то более глубокой истории, скажем так. Не просто ты пришел, поразвлекался, театр же – это не развлекательное кино, например. Это все-таки мы здесь хотим, чтобы до души достучаться, до души ребенка, до души взрослого, который к нам приходит. И поэтому мы остановились именно на сказках Бажова. Деда! А? Та дорожка, будто голубой смейкой извивается. Что ты, даренушка, кто вдвоем голубую смейку-то увидит, черную гидула кличет. А если одному встретиться, прямое счастье приветится. Над костюмами и декорациями художница Анна Бубных работала с августа. Все оформлено узорами в русских народных потивах и с отсылками к иллюстрациям из сборника «Малахитовая шкатулка». В спектакле прозвучат композиции современных фолк-исполнителей. Особенную атмосферу создают, конечно, танцы. Откуда берется чудо и как его найти, зрители театра драмы смогут узнать уже 19 декабря на премьере спектакля. Дарья Ирошина, Алексей Фризин. День с толком.